Радио «Конан-Ново» Радио в Барселоне Мы рады встрече со всеми, кто сейчас нас слушает Надеемся, что наше радио поможет вам больше узнать о Боге, спасении и о любви Божьей Даст ответы на многие ваши вопросы, поможет и утешит в трудную минуту Радио «Конан-Ново» Радио «Конан-Ново» Только ты моя лоза, я лишь веточка твоя Соком ты меня бедаешь Ты поток воды живой И в тебе источник мой Своим духом наполняешь Кто я без тебя, я лишь веточка твоя Ты есть дыхание неба Что я без тебя, лишь пустая земля И что жизнь моя, весь ты мое сердце И я без тебя, как засохшее листво Я лишь прах Ты дыхание неба Только ты моя лоза, я лишь веточка твоя Соком ты меня бедаешь Ты поток воды живой И в тебе источник мой Своим духом наполняешь Только ты моя лоза, я лишь веточка твоя Соком ты меня бедаешь Ты поток воды живой И в тебе источник мой И в тебе источник мой Своим духом наполняешь Своим духом наполняешь Только ты моя лоза, я лишь леточка твоя Соком ты меня бедаешь Ты поток воды живой И в тебе источник мой Своим духом наполняешь Только ты моя лоза, я лишь леточка твоя Соком ты меня бедаешь Ты поток воды живой И в тебе источник мой Своим духом наполняешь С лондонским колоколом бедного грешника, который по традиции возвещал об очередной казни преступника, связана интереснейшая история из жизни английского государственного деятеля Оливера Кромвеля. Из-за государственных беспорядков он приговорил одного человека к смертной казни, предписав «Когда сегодня в шесть часов вечера зазвонит колокол собора, голова приговоренного должна быть отрублена». На соборной площади собралась огромная толпа любопытствующих. Каждый хотел стать свидетелем этого зрелища. Все ждали, когда зазвенит колокол, но он молчал. Тогда послали за Пономарем узнать причину, но он, как обычно, дергал за веревки. Когда же поднялись на колокольню, чтобы осмотреть колокол, перед ними предстало странное зрелище. На языке колокола висела женщина. При каждом натяжении веревок ее бросало из стороны в сторону. Когда же колокол остановился, женщина упала без чувств на пол. Это была супруга приговоренного. Узнав об этом, Кромвель был сильно взволнован и повелел освободить несчастного. Мне вспомнилась эта история, когда я начала работать над темой неверующий супруг. Многие жены-христианки, подобно этой женщине, жертвуют собой, чтобы их мужья узнали Бога и радость жизни в мире с Творцом Вселенной. Жены-христианки и неверующие мужья – явление весьма распространенное на протяжении всей истории христианства. Библия говорит, что во время страданий и смерти Иисуса у креста стояло несколько женщин. Задумывались ли вы когда-нибудь над вопросом, а кем же были их мужья и где они были? В день воскресения Господа первыми к гробу пришли женщины. С первых дней существования церкви среди ее членов верные христианки, которые были замужем за неверующими. Это явление настолько распространенное, что Библия прямо касается этого вопроса. Как следует поступать женщине, имеющей неверующего мужа, чтобы способствовать его обращению ко Христу? Как вести себя, чего следует избегать, на что важно обращать внимание? Каким образом слова и поведение жены могут лучше способствовать достижению этой цели? Мы не будем сегодня теоретически рассуждать о том, как привести к Богу неверующего супруга, а послушаем реальную историю. Среди наших слушателей есть очень много сестер, у которых неверующие мужья. И вот, Людмила, я знаю, что у вас был такой опыт, когда ваш муж был неверующий, а сейчас он христианин, и вы могли бы поделиться своим опытом, как Бог привел вашего мужа, как вы жили с ним, как вы свидетельствовали ему. Пожалуйста, расскажите, вот с самого начала, наверное, с момента вашей встречи и с момента вашего обращения, как вы пришли к Богу. Родилась я в христианской семье, где было четверо детей, и в 16 лет я покаялась, приняла крещение и была уже членом поместной Вознесенской церкви. И в нашей школе 600 человек, я была среди них одна баптистка. Но когда я уже выучилась, и мне делали предложение, чтобы выйти замуж, то мне пришлось отказывать, просто отказывать, так как я знала, что чистое с нечистым не сочетается. А с верующих братьев было очень мало, христиан именно братьев. Но когда уже у меня был возраст 26 лет, я встретилась с Александром, он был человек совершенно неверующий. Я ему рассказывала о Боге, он приходил в церковь просто послушать. Он слушал, но для него это было очень странно. И он все это воспринимал как сказку, как миф. И когда он мне сделал предложение, то я ему сказала, что я не могу выйти замуж. Почему? Потому что ты человек неверующий, а мы не выходим замуж за людей, которые не могут разделять наше мнение. Он, будучи человеком неверующим, приходил даже на братский совет, чтобы разрешили сделать ему предложение и взять меня в жены. Но, естественно, на братском совете сказали, что они такого разрешения дать не могут. И если я выйду замуж, то, естественно, меня отлучат от церкви. Значит, я дала Александру время подумать. Говорю, ты все-таки подумай, потому что это такое решение очень серьезное и важное в твоей жизни. И если дают отказ, то мне тоже надо очень серьезно думать. Я дала ему целый месяц срока, чтобы принять это решение. Значит, этот месяц я постилась и молилась отказать мне ему или принять его предложение. Но я думаю, что Бог хочет всех людей спасти и хочет, чтобы люди не погибли. Значит, я должна его спасти и должна его привести к Богу. Я, значит, когда вышла замуж за него, естественно, меня отлучили от церкви. Я не была в обиде на братьев. Я почему знала этот церковный порядок, я его видела и раньше. Почему? Потому что отлучались сестер. И когда прошло время, а это время, мне кажется, очень длинное, 10 лет. Вообще в моей жизни все как-то по десятилетиям. Вот я сказала, отказала брату верующему, не буду выходить замуж. Я говорю, да я выйду через лет 10. И вот наши слова, которые мы говорим, они становятся пророческими для нас самих. И вот ровно через 10 лет я вышла замуж. И когда мне пришлось вести этого человека к Богу, то мне пришлось как раз 10 лет его и вести. И все у меня было по десятилетиям. Поэтому я считаю, что это очень тяжелый труд выдержать такое количество лет. В церковь я все время ходила, но были, конечно, такие времена, что когда ребенок болел, он говорит, тебе что, церковь дороже или ребенок? То как бы слушалась мужа, что мне нужно уделить внимание больному ребенку и быть с ним, а не идти в это время на служение. Когда я шла уже по жизни с этим человеком Александром, у меня было очень много в жизни всяких препятствий и проблем, которые нужно было решить. Мы жили сами на квартире, у нас не было своего жилья. И я часто молилась, чтобы свое жилищное состояние улучшилось. И у нас ребенок часто болел, тоже молилась. И когда я получала ответы на молитвы, то я все время рассказывала своему мужу. Это дал Бог. Это не я достигла этого. Это как раз ответил Иисус. Люда, одну секундочку. Скажите, если наши молодые сестры слушают вас и другим захочется поступить по вашему примеру, выйти замуж за неверующего, чтобы потом привести к Богу. Но, к сожалению, я знаю очень много примеров, когда случается наоборот. И наши девушки уходят из церкви и уходят от жизни с Богом. Стоит следовать вашему примеру? Или вы исключение? Не стоит следовать моему примеру, потому что это очень трудный и тернистый путь привести человека, совершенно неверующего к Богу. Потому что он муж, и я должна ему повиноваться и слушаться. И если он мне говорил делать, допустим, какую-то работу, а мне это было тяжело и невыносимо, и если я могла его ослушаться, то он мне просто говорил, баба, закрой рот, я тебя не спрашиваю. То я думаю, никакой сестре бы это не понравилось, и она не хотела бы такой долгий период нести этот крест в то время, когда тебя оскорбляют, обижают и всячески унижают, как женщину. Почему? Потому что из слов Библии он знал, что в доме глава муж, он знал, что жена должна повиноваться мужу, и он этим пользовался, и всячески меня обижал. Но я должна была это терпеть, потому что я знала, что мне этого человека нужно привести к Богу. Я ему очень много рассказывала примеров с Библии, он практически всю Библию знал с моих слов. Все притчи, что я ему рассказывала, он слушал, но он не придавал этому значения, он воспринимал это как миф. И когда мне уже было совсем даже очень тяжело с ним, то я приглашала уже в наш дом верующих братьев. Они сами, того не зная, были миссионерами в нашей семье. А что они делали? Они делали ремонт в моей квартире, строили гараж, делали мебель. Это были все братья с нашей поместной церкви. Они своим примером, даже не рассказывая о Боге, просто своим примером жизненным, вот как они относятся к работе, как они помогают. Мой муж уже делал выводы, насколько христиане отличаются от людей в мире. Он, конечно, приходил изредка со мной в церковь, но он это относился очень так, невнимательно слушал, иногда запоминал то, что говорилось в церкви. Но когда один раз мы пришли к ним в церковь, была призывная проповедь, до этого я ему никогда не заставляла ходить в церковь. Он ходил по собственной воле со мной. Я ему могла просто предложить, хочешь ли ты со мной пойти сегодня в церковь. Будет очень интересное служение, там будет, если хочешь, пойдешь. Но никогда я его не заставляла, зная, что если я его буду заставлять, он всегда откажется, потому что у него очень сильный волевой характер. И здесь, мне кажется, надо сделать такой акцент нашим вот сестрам, у которых неверующие мужья, что не надо принуждать. Это должно быть и желание доброй воли, это должна, наверное, какая-то просьба, совет, можешь ли ты, хочешь ли ты пойти в церковь. Но это не должно быть давления, потому что это, наверное, задевает мужское самолюбие. Самое главное, никогда не заставлять его. И ни в коем случае нельзя говорить, что вот ты делаешь грех. Это Бог тебя за это накажет. Никогда ему нельзя это говорить. Просто нужно приводить пример, что делал в это время Иисус, как он относился к этому греху. Ну вот когда-то вот один раз он согласился со мной пойти в церковь, была призывная проповедь, он стоял рядом и говорит, я хочу пойти покаяться. Меня спрашивает. И говорю, а ты меня спрашивай, это твое личное решение? Хочешь, иди кайся. Это твое личное решение. Он выходит и кается. И после его покаяния он принял крещение. И сейчас он уже 7 лет, уже седьмится, как он служит Богу. Он ревностно служит Богу. Он сейчас поёт в церковном хоре. И у него уже очень много друзей в церкви. И я хочу сказать, у него переменилось совершенно отношение ко мне. Если раньше он был более жестоким, то сейчас он поступает совершенно по-другому. Он начал уже читать Писание ниже, что оказывается, что жену нужно не только, чтобы она повиновалась мужу и была рабой, оказывается, её нужно ещё и любить, как свои тела. Этого он никогда не знал и никогда не придавал значения этим местам. Сейчас у нас есть церковь, которую мы курируем, куратором по этой церкви, за городом. И мы несем это уже служение вдвоём. Теперь мы уже поём в хоре вдвоём. И когда я уже пела в хоре 10 лет до этого, кстати, 10 лет я пела в хоре, а потом я не пела 10 лет в хоре, то мой муж, насколько ему нравилось пение хора, он совсем не был певцом. Но он настолько хотел петь в хоре, его, кстати, посадили после моего отлучения первого, чем меня. Почему? Потому что он ходил на вокал, платил деньги только для того, чтобы сесть в хор. И он занимался у вокалиста целый год, чтобы сесть в хор. Людмила, ну вот, что вы чувствовали в момент покаяния вашего мужа? Это была неимоверная радость. И когда он покаялся, я хочу привести притчу, вот когда была утеряна трахма, то я созвала всех своих друзей, чтобы они разделили со мной эту радость. Ко мне пришли все мои друзья, и это была очень большая радость. Люда, ну вот наши сестры молодые, наверное, слушают. И давайте мы еще раз сделаем акцент такой, что очень трудно привести человека к Богу. Это стоит больших сил, больших усилий. Вот что бы вы сказали сёстрам, может быть, которые стоят перед таким выбором, да? И сёстрам, которые уже имеют неверующих мужей? Я думаю, что те сёстры, которые уже имеют неверующих мужей, им нужно непрестанно полагаться на силу Бога, но не своими силами приводить человека к Богу. Только не своими силами. Всю эту работу должен сделать Бог, привести. А чтобы сделал Бог эту работу, нужно начать с себя. Нужно с себя показывать пример человеку, как нужно служить Богу, чтобы не было никакого греха, никакой лжи, никакой зависти, а только должно быть послушание Богу. И тогда Бог делает свою работу. Если в самом человеке, то ли в муже, то ли в жене, есть какой-то грех, то рядом стоящий человек, который идёт с ним по жизни, никогда не придёт к Богу. Если хоть какой-то запинающий есть грех в человеке, и ваш супруг, если он даже и не ходит в церковь, всё равно он знает Библию, что вы делаете этот грех, то он, видя этот грех, никогда не придёт к Богу. Люда, вот скажите, как вы решали такие спорные вопросы в супружестве, когда неверующий человек хочет одно, а верующему человеку не позволяет это сделать совесть? Ну, разные вопросы в жизни случаются. Как вы их решали? Значит, у меня было очень много таких вопросов, когда он просто приходил ко мне и говорит, я хочу ему сделать сегодня это. И говорю, мне по Библии это нельзя делать. Я не могу сделать. Если ты хочешь это делать, то делай один, но без меня. Он, конечно, обижался, и потом на следующий день мог сделать мне назло что-то такое, что мне было неприятно. Но мне приходилось это сносить. И отсюда вывод. Это очень трудный путь, по которому нужно идти, ведя человека, неверующего к Богу. И я знаю очень много примеров в нашей церкви, когда, наоборот, уходили от Бога те люди, которых выходили за неверующих людей. Мало того, распадались браки. Просто распадались браки. А это трагедия для детей. Я считаю, что в этом случае самострадают больше всех. Не муж и жена, а страдают дети. То есть я бы сказала, дорогие слушатели, что не стоит рисковать, выходя замуж за неверующего человека, потому что это потом огромный труд привести человека к Богу и дай Бог, чтобы он пришёл. Люда, Ваше пожелание нашим слушателям, такие практичные ещё уроки из Вашей жизни. Ещё практичные уроки в моей жизни. Мне кажется, вот когда верующая сестре делает предложение брат и она молится пред Богом, то она должна согласиться выйти за него замуж. Потому что я знаю много случаев, когда сёстры просто отказывают верующим братьям выйти замуж. Я это даже знаю по себе. Вот когда я отказала верующему брату выйти замуж, ну я так думала, что я такая красавица, а он намного хуже, то просто Бог — это моё мнение. Я не могу подтверждать это местом писания из Библии, но это моё мнение, что Бог просто даёт потом наказание за это. Если бы я вышла за человека верующего, то у меня не было бы таких проблем и трудностей на протяжении 10 лет. Поэтому я и получала и оскорбления, и унижения. Поэтому я не советую отказывать сёстрам, если делает предложение истинный христианин, то лучше выйти за христианина, чем рисковать выйти за человека неверующего и потом такой нести трудный тернистый путь, в котором точно не знаешь результата. Если у тебя не твёрдая вера и ты полностью не полагаешься Богу, то можно просто потерять брак, он может расторгнуться и может даже при этом очень пострадать дети. Люда, ну я знаю, что вашей дочери вот уже 17 лет, она ходит в церковь, и как-то её вдохновил, пример вас, пример папы. Ей сейчас 15 лет, но так как она уже задаёт эти вопросы о замужестве, я ей говорю, ни в коем случае нельзя выходить за человека неверующего, потому что это такой труд, что я бы не советовала выходить замуж за человека неверующего. И сейчас она общается только с верующими детьми, только с верующими мальчиками. И любые общения, любые встречи, я стараюсь её приобщить только с христианами, чтобы у неё было много друзей-христиан. Везде какие конференции, какие семинары молодёжные. Везде моя девочка бывает только, чтобы больше быть с христианами, чтобы у неё не было желания, даже не возникало выйти из-за человека неверующего. Мы подходим к концу. Давайте ещё нашим сёстрам, нашим слушателям сделаем итог нашей беседы. И я думаю, всё-таки нужно будет подумать тысячу раз, прежде чем дать согласие человеку неверующему. Когда наши сёстры дают ответ буквально на следующий день и считают это неправильно, нужно подумать и очень хорошо взвесить, прежде чем дать человеку неверующему своё согласие. Если сёстры уже в настоящее время имеют неверующих мужей, моё вам пожелание, никогда не заставляйте их идти в церковь, никогда не говорите, что вот это их прямой грех. Можете только рассказывать, всё больше рассказывать, как в этом случае поступал Иисус. И если вы будете иметь какой-то грех в себе, запинающий грех он называется, то человек, видя этот грех, ваш супруг или ваша неверующая жена, видя ваш грех, никогда не придёт к Богу. Поэтому нужно себя очистить прежде от грехов, а потом вести человека к Богу. Людмила, спасибо вам большое и желаем вашей такой христианской семье дальше успехов, благословений, быть полезными и Богу, и людям. Я вам благодарю за эту запись и всего вам наилучшего. Перед тем, как попрощаться, шесть принципов, которые помогут вам найти путь к сердцу вашего мужа. Первое. Не думайте, что вы должны изменить вашего супруга. Второе. Не говорите слишком много, умейте определять подходящее для разговора время. Третье. Научитесь слушать со вниманием вашего супруга. Четвёртое. Непрерывно оказывайте своему супругу внимание и любовь. Пятое. Примерная христианская жизнь является лучшей рекламой для Евангелия. И шестое. Замужние женщины, будьте послушны вашим мужьям настолько, чтобы, если те и не верят Слову Божьему, были бы безоговорочно покорены Богу в виде послушания и чистую жизнь своих жен. Первое послание Петра. Третья глава. Дарите мужьям своим нежность, заботой и лаской служите, и вместе прожитой неделей, и часами, днём дорожите. Создайте уют им домашний, чтоб дом для мужей был пристанью, куда бы от бурь и ненастья спешили они укрыться. Они у нас сильные, смелые, но сколько на плечи ложится, порой непосильно во бремени, и ищут они, где б укрыться. Молить будем Бога о мудрости, чтоб нам их понять с полуслова, чтоб радостные или грустные нашли они в жёнах опору. Порой они несправедливы, бывают и грубы, и чёрствы, а вы улыбнитесь им мило, любовью своей всё покройте. Кто знает, как долго осталось нам в паре шагать по дороге, чтоб сердце потом не терзалось, не быть виноватой пред Богом. Дарите мужьям своим нежность, заботой и лаской служите, вселяйте в них веру, надежду, цените их жёны, любите. Родной мой человек, друг мой нежный, хочу с тобою быть наверь, жду тебя с надеждой, надеюсь, верю, жду и люблю. Нам Бог Всевышний дарует жизнь новую. Нам Бог Всевышний дарует жизнь новую. Хвала тебе, Бог Святой, и вечная слава за то, что ты дал любовь, Которую я ждала. Надеюсь, верю, жду и люблю. Нам Бог Всевышний дарует жизнь новую. Нам Бог Всевышний дарует жизнь новую. Субтитры создавал DimaTorzok Мне больно смотреть, как ходишь ты Один среди ночи Мне жалко смотреть, как ищешь ты Любви средь пустоты Я и сам вчера о ней мечтал И плакал по ночам Кто-то нежно вдруг меня обнял И в сердце мне сказал Ты знай, любовь не ищет своего Любовь не оставит одного Она будет ждать тебя года Любовь не устанет никогда Она будет греть тебя в пути Ты ее храни И если так нужно, умрет за тебя Потом воскреснет навсегда Воскреснет навсегда Воскреснет навсегда Она не могла жить для себя В этот мир пришла Может, ищешь ты ее не там И плачешь по ночам Может, ты ее уже встречал И просто не узнал Но знай Любовь не ищет своего Любовь не оставит одного Она будет ждать тебя года Любовь не устанет никогда Она будет греть тебя в пути Ты ее храни И если так нужно, умрет за тебя Потом воскреснет навсегда Однажды она умерла за тебя Потом воскресла навсегда Когда закончатся века Восхищен в небо буду я Когда закроются глаза Буду с ней всегда Субтитры создавал DimaTorzok Она будет греть тебя в пути Ты ее храни И если так нужно, умрет за тебя Потом воскреснет навсегда Однажды она умерла за тебя Потом воскресла навсегда Однажды она умерла за тебя Потом воскресла навсегда Воскресла навсегда Воскресла навсегда Воскресла навсегда Воскресла навсегда Воскресла навсегда В эфире детская передача 900 секунд Здравствуйте, наши дорогие радиослушатели Мы очень рады снова приветствовать вас Привет, Андрюша Здравствуйте, Аня Что-то у тебя вертится на языке какой-то вопрос, но ты боишься его задать Говори, не стесняйся Да вот представляете Мне сегодня одна бабушка в церкви сказала, что я плохо себя веду Но я ничего плохого не делал Я так и не понял, что ей не понравилось А что ты делал в тот момент, когда она тебе это сказала? Да ничего особенного Вышел в коридор И там с моим другом одно смешное видео смотрел на его телефоне Хм, интересно Стоп, а ты это во время проповеди туда вышел? Ну да Ага Ну теперь понятно, что ей не понравилось А еще вы громко смеялись при этом Не сильно громко, мы чуть-чуть смеялись А что ей не понравилось? Ей не понравилось, Андрюша, то, что ты и твой друг ушли с проповеди в коридор для того, чтобы там смотреть видео Возможно, еще и не очень полезное Еще и смеялись в коридоре, что могло мешать другим людям, которые слушали то, о чем говорил проповедник Ну а что, лучше спать в общем зале А вот друг Ярика вообще сначала ел печенье, а потом пошел бегать на улице Нет, конечно, спать во время проповеди это тоже не вариант Как и жевание печенья Знаешь, Андрюша, я думаю, что все, что ты мне перечислил, вы, ребята, делаете потому, что не задумывались никогда, для чего папа с мамой берут вас на богослужение О, я знаю для чего, чтобы я дома не был сам, но и еще потому, что надо ходить в воскресную школу Хм, интересное у тебя размышление А как ты думаешь, для чего папа с мамой ходят в церковь? Ну, им там интересно У них там много друзей, и они постоянно там что-то делают А еще они говорят О, точно Вы же только что сказали, что это богослужение Так вот, они говорят, что в церкви служат Богу Но я не понимал, как это Что можно такого делать, чтобы действительно все происходящее во время собрания нравилось Вот когда был у нас праздник перед школой Вот это я понимаю Тогда всем было интересно И никто не спал и не уходил в другое место Так, отлично Ты, Андрюша, на самом деле на верном пути Ты знаешь, для чего ходят в дом молитвы твои родители Значит, мы с тобой сможем решить, что же такого ты сможешь делать, чтобы и ты служил Богу А еще мы с тобой выясним, как можно себя вести А как нежелательно Чтобы бабушки больше не говорили, что у тебя плохое поведение Ой, на самом деле, мне все равно, что говорят бабушки Но быть самым плохим по поведению я все же тоже не хочу Так что можете мне рассказать, что я могу делать Нет, я тебе рассказывать не буду Ты сам сейчас все поймешь и сделаешь вывод А как я это могу понять? Думаю, что пришло время открыть нашу старенькую книгу А то что-то она уже и запылиться успела А там ты точно найдешь все правила поведения Вот это да! И на это там есть ответ? Я даже и не подумал Привыкай, Андрюша! В Библии нам Бог оставил ответ на любой вопрос И Он же дает нам через нее советы, которые можно применить в каждой ситуации Тогда точно! Пора ее открыть! Первое, что я хочу тебе рассказать, Андрюша, это что здание, в которое ты приходишь, это Божий дом Как? Разве Бог не вездесущий? Разве Он живет только в этом здании? Ты прав, Он вездесущий Но есть места, которые принадлежат только Богу А человек их использует лишь для того, чтобы там служить Богу вместе со своими единомышленниками Раньше таким местом был храм Теперь эти здания называются по-разному И храм, и дом молитвы, и синагога Но главное, что это дом Божий А вот что сказал сам Бог о своем доме Дом мой домом молитвы наречется Написано в Евангелии от Матфея, 21 глава, 13 стих Значит, первое, что нужно делать в молитвенном доме и на собрании, это молиться Но молятся же бабушки Нет, Андрюша, ты тоже можешь молиться И Бог будет очень рад этому Правда Я думаю, что о молитве мы поговорим с тобой еще подробнее Но пока давай разберем эту тему Еще ты можешь прославлять Богом А это как? Иисус тоже сказал, что из уст младенцев и грудных детей ты устроил хвалу Евангелие от Матфея, 21 глава, 16 стих Значит, если даже совсем маленькие дети могут хвалить Бога То ты и подавно А хвалить его можно по-разному Например, петь в детском хоре Петь соло или рассказывать стихотворения Играть на каком-то музыкальном инструменте Или рассказывать отрывок из Библии Все это сделанное красивое и говорящее о Боге и его качествах Прославляет его Кстати, малыши, если вы сейчас тоже слушаете нашу радиопередачу Вы тоже можете прославлять Бога Не важно, сколько вам лет Если вы уже ходите и говорите То даже две строчки песенки или стишка прославят его Ну ладно, здесь я согласен Я могу спеть, и это будет засчитано в хорошее поведение Но что я могу делать во время длинной проповеди Которая совсем не на детскую тему Андрюша, не бывает тем детских и недетских Помнишь, ты думал, что физику учить необязательно Потому что в ней нет того, что важно для тебя Но мы потом пришли к выводу, что все наоборот Так и с детскими и взрослыми темами Если ты хоть чуть-чуть послушаешь, о чем говорит проповедник Я уверена, что ты услышишь что-то, что тебя заинтересует А потом ты можешь всегда задать вопрос о том, что не понял Папе, маме или учителю воскресной школы Да, наверное, стоит попробовать послушать больше одной минуты Если бы меня еще никто не отвлекал А вот мы и подошли к самому главному Правила поведения в церкви Звучит страшно, как правила поведения в школе Там тоже все время нас пугают тем Что мы неправильно себя ведем Ставят неуд за поведение Да, ты прав Правила поведения в церкви похожи с правилами в школе И я думаю, что это справедливо Но почему? Почему мне нельзя хоть где-то побегать и повеселиться с друзьями? Почему нельзя? Я думаю, что ты преувеличиваешь В школе это можно делать на перемене А в церкви до и после собрания Только желательно на улице А почему на улице? А ты вспомни, чей это дом Ну это Божий дом Почему нельзя там бегать? Нельзя творить в его доме беспорядок Дом Божий существует для молитвы и поклонения Богу Иисус был очень расстроен и возмущен, когда нашел в храме торговцев, животных, шум и крики Он сказал, что теперь его дом похож на вертеп разбойников Вертеп — это пещера, в которой собирались на сходку бандиты Скорее всего, они там были нетрезвые, играли в карты, шумели и веселились Каждый творил то, что хотел И все вместе создавали хаос И вот что-то похожее люди сделали в Доме Божьем Когда туда пришел Иисус Представляешь? Да, звучит как-то жутко А теперь представь, что будет, если ты и все твои друзья А еще Ярик и его друзья И все малыши будут бегать по коридорам Все время ходить по залу во время богослужения Жевать печенье, смеяться и разговаривать Как по мне, то получится тоже что-то похожее И Богу будет снова больно смотреть на это А ведь Он — это наш Отец Наш самый лучший друг А почему лучше не спать во время проповеди? На это простой ответ Потому что через нее сам Бог нас учит чему-то И учит всех, независимо от возраста Ребята, даже если вам всего 6 или 7 лет Вы уже можете услышать что-то интересное и полезное А если вам уже 10, 12 или 14 То этого интересного и полезного вы услышите намного больше Главное — научиться слушать И главное помните, ребята, что здание, куда вы ходите с родителями на собрание Это дом вашего друга — Иисуса И там нужно его хвалить, а не причинять ему боль Мы — церковь твоя, мы — тело твое Исъединил нас, теперь мы одно А доброта не одолеют нас Ведь если Бог с нами, то кто против нас? Веди нас, Господь, пойдем за тобой В Иисусе мы стали одной семьей И нет на земле роднее людей Чем братья и сестры в церкви моей Когда мы едины, мы сильны Тобою водимы наши пути Дай, что всегда друг за друга держались Духом святым Твоим исполнялись Веди нас, Господь Велик наш Господь достоин по праву Принять благодарность из наших сердец Вместе, друзья, Ему воздадим всю славу Как любим тебя наш Небесный Отец Веди нас, Господь, пойдем за тобой В Иисусе мы стали одной семьей И нет на земле роднее людей Чем братья и сестры в церкви моей Когда мы едины, мы сильны Тобою водимы наши пути Дай, что всегда друг за друга держались Духом святым Твоим исполнялись Веди нас, Господь Веди нас, Господь Пойдем за тобой В Иисусе мы стали одной семьей И нет на земле роднее людей Чем братья и сестры в церкви моей Когда мы едины, мы сильны Тобою водимы наши пути Дай, что всегда друг за друга держались С Духом святым Твоим исполнялись Веди нас, Господь Веди, Господь Веди, Господь С тобой сильны Веди, Господь Веди, Господь Едины мы Я хочу прославить Господа Христа За Его любовь к нам За Его дела Только с Иисусом не страшна беда Только с Иисусом счастлив я всегда Только с Иисусом не страшна беда Только с Иисусом счастлив я всегда Он всегда со мной, рядышком идёт Крепкою рукой он меня ведёт Только с Иисусом не страшна беда Только с Иисусом счастлив я всегда Только с Иисусом не страшна беда Только с Иисусом счастлив я всегда Взрослые и дети, любит вас Христос Людям всем на свете счастье Он принёс Только с Иисусом не страшна беда Только с Иисусом счастлив я всегда Только с Иисусом не страшна беда Только с Иисусом счастлив я всегда Только с Иисусом счастлив я всегда Дорогие друзья! Наше эфирное время подошло к концу До новых встреч на радиоволне 107.1 FM Радио Бананова Ждём вас у радиоприёмников каждый понедельник в час дня Звоните нам по телефону 663-178-617 Пишите на электронный адрес tmrbarcelona-hotmail.com Или приходите к нам в церковь Которая находится по адресу Carrer Sante Eusebi 54 Метро 3-я линия Остановка Фонтанна Или 7-я линия Остановка Плаца Малина Каждое воскресенье в 14 часов дня Мы рады будем увидеть вас Веры вам и добра! Редактор субтитров А.Семкин